Приветствую, друзья! Мудрости вам и здоровья! Сегодня в Самариклубе на портале обучения и саморазвития мы продолжаем небольшой цикл кратких обзоров полезнейших лекций одного из самых известных ученых в сфере образования. А главное разбираться, почему же наши, да и вообще почти все современные дети с каждым поколением все хуже и хуже учатся в школе, а также как по факту навыки развития осмысленного чтения у детей в школе не только не развивают так эффективно, как могли бы, но и даже намеренно блокируют. Что вообще случилось в последнее время современной системы образования? Почему вдруг практически все дети стали не способны обучиться чтению и грамотному письму? Что стало с людьми, которые когда-то жили в самой читающей стране мира с самой продвинутой системой образования, теперь элементарно не способны прочесть даже короткую статью, жалеясь на то, что там много букв? Как образование стран СНГ самого передового превратилось в одно из самых отстающих и как решить проблему всеобщей безграмотности в этой необъявленной войне против разумного и осознанного общества? Ведь, как говорится, хочешь победить врага, воспитай его детей и ты без единого выстрела одержишь победу. Ну а как еще можно это сделать бескровным путем? Как не воздействуя на мозг детей с помощью психологических приемов, лишая их возможности четко понимать, что происходит, способности анализировать, сопоставлять и прогнозировать свое будущее сознательно? Ну а поможет нам в этом Людмила Ясюкова, кандидат психологических наук, руководитель лаборатории социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета и Центра диагностики и развития способностей, а также автор известных методик развития детей, которые уже десятки лет изучают систему образования и уверена, что основная проблема именно в тех школьных программах обучения, по которым проходит обучение дети в современных школах. Более того, Ясюкова Людмила Аполлоновна считает, что если срочно ничего не поменять, а продолжать детей обучать по современным техникам и программам, то мы вырастим абсолютно неграмотное население, не способное элементарно прочесть инструкцию даже к бытовым приборам. И это не шутка. Почему это так, вы узнаете сегодня из нашего видео. Итак, в прошлые разы мы уже начали обсуждать вопрос, почему школа не способна эффективно обучать детей чтению. Людмила Ясюкова утверждает, что, как это ни парадоксально, но дети, не умеющие читать до школы, в школе чтению практически не обучаются. Нет, они, конечно, способны прочесть короткие предложения, но смысл прочтенного они практически не понимают. Поэтому по факту дети попросту просиживают уроки, так как их заставляет это делать. Ну а со второго класса от детей уже требуют навык чтения, но ведь этот навык так и не был нормально развит в первом классе. Там же не читать требовали, а разбирали слова на звуки, да еще и по цветам. Потому практически без навыка чтения ребенок переходит в следующий класс, а в итоге ребенку ставят диагноз дислексия или дисграфия. Для справки, дислексия называют частично специфическое расстройство психики, при котором в мозге не сформированы зоны, отвечающие за способность читать и понимать прочитанное. Дисграфия, соответственно, это неспособность писать и тоже из-за того, что в мозгу не сформированы зоны, отвечающие за это. Из-за этого многих детей даже переводят в специальные классы, либо же для работы с такими отстающими детьми привлекают психологов, логопедов, репетиторов. Ну а многие более сознательные родители, чтобы облегчить ребенку процесс адаптации к школе, стараются привить навык чтения еще до школы, хотя все равно всех проблем с обучением это не решает. А последние проведенные исследования в области грамотности показали, что мы уже давно отстаем по технике чтения от европейских азиатских стран. В 2004 году, согласно исследованиям по уровню грамотности из 40 стран, мы заняли 33 место, а еще в 2000 году этот показатель был на 20 позиции. В любом случае, мы уже лидируем впереди, как говорится, планеты всей в безграмотности. И как вы понимаете, гордиться тут нечем. Одна из проблем в том, что современная программа обучения построена по системе Эль Кони, который считал, что чтение – это озвучивание графических символов. Но озвучивание графических символов – это скорее музыка, а чтение на самом деле – это именно понимание графических символов. Но поскольку сейчас все учителя привыкли, что чтение – это озвучивание графических символов, то акцент в обучении делается именно на этом. Так, при проверке техники чтения прежде всего оценивается скорость, безошибочность, выразительность и только на последнем месте понимание прочитанного текста. Если ребенок читает быстро, громко и выразительно, то, что именно он понял из прочитанного, у него никогда не спрашивают. При проведении же специфических тестов на технику чтения, когда детям во время прочтения нужно вставлять пропущенные слова, как вы понимаете, скорость чтения резко падает, так как детям не только нужно озвучивать слова, но еще понять, о чем в тексте речь, чтобы вставить правильное слово. Как показывает практика детей, способных при чтении охватить взглядом все предложения, чтобы сразу понимать прочитанное, примерно два, ну максимум три человека на весь класс, а заканчивают школу, владея навыком чтения на достаточном уровне только около 30% детей. То есть, понимаете, можно учиться в школе, но при этом элементарно не уметь читать и как минимум понимать, что читаешь. Ребенок вроде умеет считать, но вопросы у учителя отвечает, но это просто длительная адаптация к требованиям школы, ведь если регулярно ходить на уроки и слушать учителя, то в любом случае хоть что-то да запомнишь. Да, дети, не владеющие навыком чтения, могут прочесть простые по 5-7 слов предложения, но литературные произведения таким детям читать и понимать очень сложно. Усложненные, сложно подчиненные предложения в произведениях Льва Тостова попросту непонятны таким детям. Они, говоря простым языком, зависают на середине предложений не в состоянии понять, о чем там речь, а произведения Достоевского, Тургенева. А ведь их совсем недавно не только читали в школе, по этим произведениям дети еще совсем недавно даже писали длинные сочинения. То есть, понимаете, какой сейчас уровень образования, а многие дети не читают книг лишь потому, что они не в состоянии понять длинные предложения. Более того, как показывают статистические данные, на сегодняшний день около 70% детей не читают книг, лишь по той причине, что им непонятно, о чем там идет речь. Они просто не видят в этом смысла, особенно если там ведется просто описание природы, душевных метаний героев или какие-то философские рассуждения. Они могут прочитать и понять какой-то простой диалог и какие-то фразы, но если фразы построены сложно, то многие современные дети по факту вообще не понимают. Ну и, конечно, проблема детей с неразвитым навыком чтения не только в том, что они не понимают прочитанного, они еще и не умеют грамотно строить фразы. Соответственно, такие дети не могут писать и сочинения. У нас тесты для выпускников школ ЕГЭ не от хорошей жизни, и что все такие гениальные. Это потому, что большинство детей не могут даже писать сочинения, поэтому они просто пишут краткие ответы на вопросы. То есть у нас образование старших классов подстраивается и под дефективное образование начальной школы. В начальной школе детей не обучают навыку чтению, дальше все уже строится на этом. Яркий пример того, что дети не воспринимают прочитанный текст, может послужить видеозапись мамы, разбирающей с дочерью задачу по соленым грибам, где оказывается, что ребенок не может осознать разницу между грибами и огурцами, и даже понять вопрос задачи. Кто-то скажет, что, мол, девочка же читает неплохо, и даже задачки математические решает, просто невнимательно прошла. И это и есть как раз показатель того, что ребенок не владеет навыком осознанного чтения. Она может читать быстро и выразительно, но спроси, о чем она прочла, и она не сможет ответить, хотя все эти дети, безусловно, технику чтения сдали, и считается, что умеют читать. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Людмила Ясюкова давала таким детям для прочтения рассказа Евгения Чарушина о животных, причем для теста всего две фразы. Посмотрели мы за куст, а там ходит какая-то удивительная курочка, ходит и на нас глядит, пестренькая такая, мохнатые лапки, а на голове черный хохолок, то поднимется колпачком, то ляжет. Дети этот текст быстро читают и выразительно, а на иллюстрации в книге нарисован песик, как главный герой этих рассказов. Я спрашиваю, поняли, о ком в тексте речь? Отвечает, да, все поняли. О ком же? О собачке. Прошу пересказать мне эти два предложения. Мне наизусть повторяют просто слово-слово, идеальные дети. И снова повторяю свой вопрос, о ком речь? И мне снова отвечают, про собачку. То есть то, что дети хорошо читают вслух и даже запоминают, еще далеко не значит, что они вообще понимают прочитанное. А раз не понимают, то и навыком осознанного чтения они не владеют. В результате происходит то, о чем говорил Выгодский. Озвучивание и осмысливание две разные операции мозга. На самом деле, озвучивание и осмысливание не слиты воедино даже у взрослых людей. Когда мы задавали задание взрослым людям читать вслух выразительные тексты, никто не смог в точности передать, что именно было прочитано. Да, где-то что-то оставалось в памяти, но и то лишь потому, что у взрослых хорошо развитое ассоциативное мышление и большой жизненный опыт. А вот рассказать точно то, что они прочли, никто не смог, как и бегло ответить на вопросы. И это при том, что все взрослые люди хорошо обучены технике чтения. То есть, понимаете, заставляя детей выразительно и громко читать техники чтения, детей не обучишь, а пониманию написанного тем более. Есть, правда, специальные техники обучения чтения, которые используют логопеды за чтение через рамку. При таком обучении дети хорошо запоминают слова и умеют их быстро воспроизводить по памяти. Но при этом дети также полностью уходят от понимания прочитанного текста, ведь они только читают. Хотя при этом подобные дорогие частные логопеды объявляют, что они выполнили свою работу, техники чтения наконец обучили, а дислексии избавили. Ну и дисграфики у нас сейчас практически все дети без исключения, ведь если ребенок не понимает, что он читает, если зрительный образ не слился со смысловым, то такие дети не могут писать ни диктанта, ни сочинение. Если вы спросите ребенка, как ему удобнее читать, любой ребенок ответит, что читать молча удобнее. Когда не нужно озвучивать, тогда мышление идет больше на понимание текста. Так что секрет невероятно прост. Когда ребенок читает молча, ему не нужно озвучивать прочитанное, тогда дети намного быстрее обучаются технике чтения. Тогда им начинает больше нравиться сам процесс чтения. Выгодский еще в 20-х годах писал, что возможно когда-то педагогика поймет неэффективность громкого чтения и уйдет от такой практики, ведь оно затрудняет понимание текста. Но это не точно, ведь мудрое предложение ученого это одно, а практика это другое. И на сегодняшний день по факту у нас практикуется фонетическое чтение текстов, которое еще больше приводит к тому, что у детей не развивается навык осознанного чтения. А уже неумение читать блокирует развитие детей по нескольким направлениям. Дети не понимают о чем читают и не запоминают прочитанное, а значит они не запоминают как правильно составлять грамотные предложения. И у них не формируется ни культурный уровень, ни грамотное мышление, потому что такие дети не умеют работать с текстами. И только те дети, родители которых не идут на поводу у логопедов и психологов, а с пониманием подходят к процессу обучения, только они и получают полноценное образование. Сейчас идет огромный разрыв в образовании детей. Если в 50-е годы обучались все дети за редким исключением, то сейчас приличное образование получает мизерный процент, как раз благодаря таким безобразным образовательным программам. Но педагогика не делает вывода, а только облагораживает и обеляет себя, считая, что это дети плохие, и это они стали плохо учиться, и все тупее и тупее с каждым поколением. Естественно, не признавая своей вины. Но по факту раньше тоже были такие дети, которыми не занимались родители. Всякие слои населения были, но и они, тем не менее, в итоге нормально обучались и чтению, и письму. Советская педагогика с этим справлялась, поэтому если современная педагогика не в состоянии детей обучить, то не дети в этом виноваты, это плохие программы, по которым детей учат сейчас. Почему сейчас скандинавские страны идут впереди планеты всей по обучению, чтению, навыкам, письма и подобным? Верно. Надеюсь, вы и сами догадались. У них есть объединение, которое перевело все программы советского периода со 70-х годов, и сразу показатели обучения и грамотности их детей резко возросли. Там, на Западе, даже проводили исследования, которые показали, что навыки обучения в школах, где учатся по советским программам, намного выше, чем там, где пользуются своими передовыми наработками и американскими, и европейскими. Школы, где дети обучаются по переведенным советским учебникам, по графе «ранжирование» дали показатели не ниже 70%, в то время как другие школы показывали уровень образования в районе 20%. То есть в тех школах, где преподают по советской системе образование, уровень образованности не падал ниже 50%. Что можно сказать напоследок? Да, любая система образования имеет как сильные стороны, так и слабые. Любая система может подвергаться критике за какие-то моменты, которые можно назвать провальными. Но если мы хотим дать своим детям полноценное образование, развить в них навыки мышления, интуицию, логику, способность анализировать и прогнозировать, то государству, по всей видимости, стоит перестать постоянно улучшать свою систему, которая становится по факту только все хуже и хуже. Скорее, будет проще и эффективнее возродить ту систему образования, которая практиковалась в школах в 70-е годы 20-го века. Ну или хотя бы сделать свою современную, но учитывая основные наработки прошлого, как, собственно, и делают во многих западных странах последние годы, давно намного опережая страны СНГ, где все эти полезные наработки практически полностью умудрились потерять. По глупости ли или сделано это намеренно, чтобы ресурсоориентированные страны не слишком выбивались, не возрождали свою науку и производство, а потом и не качали свои права, как это делал когда-то Советский Союз. В общем, не будем сегодня затрагивать уже эти более скользкие темы, оставим это каналом любителей заговоров, но в любом случае осознанным родителям однозначно стоит взять это на заметку, ведь по всей видимости, улучшение официальных программ образования в ближайшие годы не предвидится. Так что спасение утопающих, как всегда, дело рук самих утопающих, поэтому будьте мудрыми и, конечно же, подписывайтесь. И совсем скоро ждите подборки советов, разборы и короткие версии книг и других интересных видео, в том числе об альтернативном, более мудром образовании, а также советам множества других выдающихся личностей прошлого и современностей на нашем канале и сайте. Кроме того, если вы хотите получать еще более короткие и минутные выводы из наших обзоров, то смотрите отдельно в нашем Телеграм, Инстаграм и ТикТок каналах, а также для более детального ознакомления в печатной версии на сайте. До новых встреч, друзья! Но на этом еще не конец. Большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на наш саммари-клуб экспресс-обучение и саморазвитие, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее. А главное, экономить сотни и даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами. Также не стесняйся, пиши свое мнение и вопросы по теме, давай обсудим их со зрителями и профессионалами, ведь мы читаем все комментарии. Поддерживай нас и развивайся вместе с нами, ну и, конечно, заходи на наш официальный сайт в портал обучения и саморазвития, где можно найти многие материалы и в печатном виде. Ну а сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видеоканалов и по ссылкам в описании. Всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова